Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Абсолютно вопиющий случай, как мне кажется. Дело в том, что россияне возмутились посту чиновницы со словами «Как родили, так и обеспечивайте». В Удмуртии местных жителей возмутил ответ чиновницы Светланы Пескишевой под постом о подарках, сообщает Лена.ру, о подарках детям из малоимущих семей, в котором содержались слова «Как родили, так и обеспечивайте». Пост опубликован в одной из местных групп ВКонтакте. На момент написания заметки, комментарий Пескишевой был удален, но пользователи опубликовали в комментариях к записи скриншот, судя по которому чиновница написала «Детей для государства, что ли, рожали?» «Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте». Вы знаете, вот такого рода... Сейчас же приняли закон о хамстве со стороны чиновников в адрес граждан. Мне интересно, он хоть один раз будет работать или нет? Одна из пользователей в соцсети написала «Вы серьезно? Мы и квартиры, и машины покупали для себя, и какого же платим налоги по 10 косарей каждый год?» Подписчики паблика заострили внимание на должности Пескишевой. На ее странице в графе места работы было указано управление образования. Значит, сама чиновница объяснила в разговоре с изданием «Подъем», что ее якобы взломали, а комментарии отредактировали. «Я там написала, но мой комментарий был «Нынче нам государство хорошо помогает».» Это с ее слов был ее комментарий. «Меня взломали, но я могла туда заходить, поэтому не понимала. А с выходных уже страница заблокирована», сказала чиновница. «При этом, судя по скриншоту с ее комментарием, отредактирован он не был». Значит, Пескишева предположила, что ее страницу мог взломать подписчик паблика, в котором она прокомментировала запись. «Он всех чиновников хает», посетовала она. Кроме того, Пескишева уточнила, что работает не управление образования, а в Центре социальной защиты. Друзья, что я хочу сказать. Как мне кажется, очевидно, что, конечно, мое мнение, вероятнее всего, что писала это она, и просто уже потом сказали, что, чтобы шумихи избежать, нужно сказать то, что она сказала. Вы знаете, это же ведь не только этот частный случай. Мне кажется, это в принципе вот такое отношение. Рожали для себя, но вы сами обеспечиваете. Что вам надо? Но в то же время налоги, сборы и так далее. Давайте сюда. Давайте сюда недвижимость, давай сюда. Это же, давай сюда деньги. Таким образом, если люди думают, что, я имею в виду чиновники, что рожали детей, сами обеспечивайте, то есть никакой помощи не надо, подарки малоимущим детям и так далее из малоимущих семей, значит, тогда, может быть, люди и не будут платить, соответственно, ничего со своей недвижимостью. Мне кажется, судя по ответам, это было бы справедливо. Но вообще, конечно, это, я считаю, что это хамство, просто хамство открытым текстом. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами сейчас находимся, на канале саморазвития Будда Гришна, Life is Good. Второй новостной канал Будда Гришна, News 24. И добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижняя подчерка, неофишал. Всем пока, друзья, до встречи.